Владимир Борисович, сегодня мы с вами продолжим рассказывать об исчезнувших навсегда зданиях Курска. Это обязательно надо сделать. О чем же сегодня пойдет речь? Когда я разглядываю старые виды Курска, я обращаю внимание на трехэтажный дом, который стоял когда-то в Троицком переулке. Это на той улице, где вы сегодня живете? Да, после Октябрьского переворота эта короткая улица стала носить имя Бебеля, а сначала нынешнего века Серафима Саровского. На углу Троицкого переулка и Московской улицы стоял двухэтажный дом с магазинами. Так вот этот трехэтажный дом, как и угловой церковный дом, исчезли после войны навсегда. И очень жаль эти здания. Так вот это интересное трехэтажное здание стояло на том месте, где сейчас находятся въездные ворота во двор дома книги. Меня тоже привлекает этот дом, когда я рассматриваю его на старых снимках, особенно его балкон. Балкон-то представлял из себя раскрытую раковину. Когда это здание было построено? Где-то в первом десятке лет прошлого века. Вот в этом здании как раз-то и разместились номера гостиницы «Метрополь». А вот на первом этаже первоначально располагался ресторан Курского товарищества. Потом его сменил роскошный электротеатр XX век. Кинематограф пользовался Укурян вниманием. Кинематограф XX век стал работать где-то в начале десятых годов прошлого века. А в это время в Курске уже работало семь кинематографов. Но вот этот-то кинематограф привлекал внимание горожан к себе. В первую очередь хорошим венским оркестром, состоящим из молодых музыкантов. Оркестром управлял итальянский дирижер Эйжен Рейзбин. По роскоши отделки внутренних интерьеров, этот кинематограф в то время был лучшим в городе. Что здание разместилось после Октябрьского переворота? Здесь стала работать гостиница номер два. И долго она здесь проработала? Нет, совсем недолго. Вскоре в здании разместились службы горсовета. Но позже пошла чехарда. Горсовет был сменен биржей труда. Потом школа номер два здесь разместилась. И тут же стал работать рабфак Воронежского сельхозяйственного института. В июне 1333 года здесь разместилось Курское отделение коммунального банка ЦЧО. И одновременно здесь стала работать редакция газеты «Курская правда». Короткий срок был у здания, и сколько же сменилось в нем хозяев? Да, но печально, что во время Отечественной войны это очень интересное здание было разрушено. Но после строительства дома книги образовался большой просвет, и вдруг высветил этот просвет Ильинскую церковь.